В Литературном музее имени Константина Иванова прошел творческий вечер, посвященный столетию со дня рождения народного писателя Василия Алиндия. Заново перелистать страницы жизни чувашского мастера прозы собрались ценители его творчества, школьники и родные. Меня не родили добротным черным костюмом. Кто-то была радость, ведь старый совсем износился. Василий Алиндий родился в деревне Кудеснеры Урмарского района. Незаурядный самобытный писатель, его перу принадлежит сборник стихов «Наш дом», а романы «Пчелка золотая» и «До земли склоняются травы», принесшие автору известность 60 лет назад, до сих пор остаются популярными. Василий Алиндий умело проникал в душевные переживания, сокровенные думы людей, в глубины их характеров. Ни дня без строчки, вот такой был его девиз. Не зря он написал всего более 30 книг за свою жизнь. А чем он писал? Он писал о том, что очень хорошо знал. Он очень хорошо знал жизнь в деревне, он сам родился и вырос в деревне. Знал, писал про своих односельчанах, о их проблемах в деревне, села, очень много выезжал в районы. И еще он писал о войне, потому что сам был участником войны. Прошел войну, был ранен. И в 43-м году, потеряв ногу, он вернулся домой. Продолжение следует...